МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую очередь в чемпионате изменился лидер. Перемена в версии таблицы совсем не означает страты чемпионской интриги. На дворот. Порезьба только напаливается. Пришим не только за медали, а и за вылет из высшей лиги. Про эти особенности и подзе зараз говорка. Проиграется один раз выпадковость. Два – с упадения. Три – закономерность. При трейдере параде запар в сезоне от днем она Менчукам в самый раз было идти в церкву. Дружина Сергея Солодовникова двойше по всех пунктах перегуливала белосинних. Имела серьезный намер прорабить этот круг у родных местинах еще раз. Динамош при становшем заходе поединку на третьем разку могла в себе очуствить вельми привольно и комфортно. Прикладно так я на себе очули уже на 21-й хвилине. Усямагутный Эрнанд Фегереда вывел на ударную позицию Александра Быченка. И семерка Менчан у нетиповым близким боя обедни не сапсавал. На этом команды по сутностям и разошлись. 0-1 в наступном туре Динамо рактуется примать Шахтер. Вы усмехнетеся, але и в другой шастерце при жадании можно отшукать свой цвиктура. Супростояние Белшины и футбольного клуба Минск до такой формулировки якраз и належали. Главкам Бабульчан Александр Сяднеу проводил на тренерской лауце в шейшей лизе свой 150-й матч. И левшим подарункам для такой знаменальной даты была пядома перемога. Выявляющийся боксерской терминологией два хука у голову и один по пешине отрымали граждане от Добручан. На 30-й хвилине брудная гульня Романа Бегунова во уластной штрафной провела до желтой картки и пенальти. Выконание Александра Данившевского за 11-метровой познаки было узорно показальным. Такой же идеальной и бездакорной была передаша Романа Василюка на Юрия Островуха, после удару якого одновилась статус-кво. Виншеваться в этом выпадку варта не только оборонца, а только форварда. Это 90-й дзейсный пас Романа Василюка у его карьеры. По этому показчику он догнал лепшего асистента Виталия Володенкова. За тым граждане были невероятно близки к повести улику. У патовой ситуации зашинников заступився шесток, а вось меньшукам так фортуна не сприяла. И на 83-й хвилине яны опунулися у неприемной для себе роли адыгрывающихся. Александра Гаурушко с другой спробы достукався до брамы Дениса Дежко. Ну а все пытания на конпероморцы с устрэши снял Александр Данишевский. У другим матч и запор российский нападающий стреляет дуплетом. 3-1 Александр Сяднев своими хлопцами повинен быть задоволен. Вратование топельцев с праворук самих топельцев. С каждым отходящим туром шансы на захывание прописки у элите у Мазырской слави помешаются с геометричной прогрессией. В предстоящей недобропытной ситуации полицкий клуб при вылите может изюсим непрекметно раствориться. Тому мажь Дняпром для их был велими важким с психологичного пункта гряджания. Подопешные Юрия Малеева рызыку выдатно разумели и погнали гулять первым номером. Гости на таки сценарь подобно различовали и спадзявалися. У рэшці рэшт, контратаки и головный конёк. Але покараць у парту слави у их отрымалася только у пошатку другого тайма. Заменюши травмлёровнага Антона Шрамшанка, Віталь Булыга, який належит досвеченному ветерану у загульную на сябе из любимой средней дистанции, ювелерно поклавняш у сетку брамы. Юрий Малеев на звыклую недоречность отказав пророцкой заменой. Менавета Дзянису Лапцеву разум с головным арбитром с устрэшем Микитой Переевым, Наканавана было стаць головными МВП поядынку. Судзе за то, что не побоялся больше на приконцы гульни признаться с пенальти, а нападнику, что в отказный момент не заваглася и не падвайла его ударная нога. Парушэни могли сдацца спрэшными, однако арбитр Дзянисшав на свой страх и рызыку. Таким чином, на протягу 15-ти опошних хвилин мазыра не повстали с попелу и зародзили необыякую интрыгу у сатарайни таблицы. 2-1 валявая Виктория Славии Ушельную наблизила их до Новополоцкага Нафтана. Метаморфоза 26-4 тура. Голов быцам забитый шмат, а выбрать лепшые оказалася нелёгкой задашей. Открывая наш хит-парад, был оборонцаржодзенцкага торпеда Арцем Васьков. Звышайный навес, знижка головой, рэктивный забег и радость триумфу. Сдаеца ничога свыше натурального, а ле так просто и прыгожа. У гульняк чемпионату абороцца гараджан Юры Астравук звычайны заняты своими непосредными обавязками. Не бентежится он и при переходе у атаку. Прицельно турбовать брамников у ягу отрымливается вельми рэдка, а ле часам ягу спроба аборочвается такими вось галами. У Могилёвскім Дняпро Віталь Булыга проводзець неадназначный сезон. Аднак часам у ягу выходзець згламэздаць судовный гол на пустым месце. Нечто подобное отрымалася на Мазырскім стадионі Юнаства. Барысовскі Бате сваю хастявой Вікторайна шахтёрам душой да сэрцем гучно сваткаваў сваю трёхсотую перамогу ў чемпіонатах. А ле далёка не во всіх клубах і хульцов гэтым туры была подстава для радасті, не каторым ён принёс адны расшаравані і спустошанасць. Хочеш быть лідарам – значыцца адповядай. Увесі надыходзець штыдзень, солігорскі шахтёру свой адрас будзець шытаці выслуховуваць цэбар адбурныя крытыкі. Гарнякам, калі і варта крыудзецца, то толькі на сябе. Усе найважніші і адказныя машы Яны Пакуль такі не научыліся выіграваць. Апошній тренд беларускага першынства не тура безля паўбрамнікаў. На гэты раз азнашывся галкіпержодзінськага торпеда Раман Степанов і тым самым другі раз патрапів на нашу дошку ганьбы. Нас шася гэтая памылка не стала фатальный для аутазаводцав. Вадзім Скріпшенка – тренер-максималіст і адпавідныя метод для свяго клуба ставіць вельмі высокі. У вас толькі вынікчамусці часам адрознівайцца адсказынага. Асаблівага татыршыцца – чемпіонату. Пасля паніжэння ў другую шастерку Вадзім Вікторвиш абястів, што ёго клубу нічого не застаецца, як змагацца за сьомая місца. Няхай да канца першынства яшчы далека, але праіграць свяім прамым конкурентам нягожа. Нават галовны тренер сборной Беларусі Єоргій Кондратсів у недавній інтерв'ю павшував наставніка гараджан за пустыя абяцанкі. Фотбалісты і тренер Нёмана так не знярваваліся паразай, як российскімі высказывані Мінськага дынауцца Артёма Быкова. Пацерпеў камерунскі ліонер і СМН. Гэты інцидент яшчы чакая разбор, але ўжу зараз можна зупоўненасці казаць, што Артём уляпався ў непріемную історію. Пагадіцца або спрышыць наш выбар вы можыцца адразу падбідыя аглядам на сайці sport.tut.by Перад вашым і вашыма повны малюнак 24-го тура. Пасля візіту ў Вродна Дэнамаминск на трейцем ратку можаў уздыхнуць свабодна. Ці з долей замахнуцца дружына Роберта Масканта на нешта большая. Даведаўся ўжо на наступнын тыг дні. Примахчымасці обовязкова зазярніцць на стадион, альбо патрымайці свою любімую каманду прас інтернет-трансляцій на сайці www.sport.tut.by slash football Всяго вам добрага! Дабабачэння! 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 Продолжение следует...